Итак, мы продолжаем изучать библиотеку VUGS, на очереди у нас еще одна интересная тема, которая звучит как фильтры. Мы уже с ними сталкивались, с этими фильтрами, когда мы создавали наше самое первое приложение TUDOS. Мы использовали фильтр K, для того, чтобы отфильтровать нажатие клавиш вводимом поле и отловить событие нажатия клавиши Enter. Поэтому давайте всего лишь повторим, что же такое фильтр и для чего они нужны. Фильтры это функции, которые принимают в качестве аргумента модель данных нашего приложения, обрабатывают это значение, а затем возвращают и вставляют в документ уже обработанное значение. Использование фильтров сводится к простой записи. Мы должны указать экземпляр слой данных, я указал весь слой данных, далее поставить вертикальную черту и указать название фильтра, например JSON. При этом фильтр может иметь ряд аргументов, которые мы можем ему передать, отделяя их друг от друга пробелами. Так, например, фильтр JSON принимает единственный аргумент, который указывает количество символов в отступе при выводе каждой сущности нашего слоя данных. Но использование фильтров сводится не только к применению их в мусташе тегах, мы их также можем применять в директивах. Так, например, допустим, у нас в приложении будет выводиться список продуктов, и в директиве мы также можем применить какой-нибудь из фильтров. Допустим, у нас где-нибудь в приложении есть кастомизированный фильтр MyFilter. Таким образом применяются фильтры в нашем приложении при использовании в библиотеке VUGS. Мы также можем применять не один фильтр какой-нибудь модели данных. Для этого нам необходимо отделять фильтры друг от друга вертикальными чертами. Давайте познакомимся с базовыми фильтрами в библиотеке VUGS. Для этого нам необходимо определить слой Vmodel в нашем приложении. Давайте втворим уже наизусть заполненную конструкцию. var.vm.new, свяжем наш слой Vmodel со слоем представления, l, container, определяем слой данных, data, и давайте в нашем слое представления выведем весь слой данных, tag.pre, используя фильтр JSON. Рассмотрим первый фильтр, который называется Capitalize. Этот фильтр переводит первый символ указанной модели к верхнему регистру, если та является сроковым представлением. Давайте введем модель FirstName, внесем в нее данные в нижнем регистре, а в нашем слое представления воспользуемся тем самым фильтром. Записываем FirstName, вертикальная черта и название фильтра Capitalize. Сохраняем, обновляем нашу страничку и видим, что наша модель в нижнем регистре была переведена в модель, в которой первый символ стоит в верхнем регистре. Следующие два фильтра являются, можно сказать, антонимами друг для друга. Звучат они как Uppercase и Lovercase, переводя соответственно значения модели к верхнему или нижнему регистру. FirstName, Uppercase. Возвращаемся к нашей страничке и видим, что значение нашей модели переведено к верхнему регистру. Далее же сразу же применим еще один фильтр, который звучит Lovercase. Отлично. Фильтр, позволяющий перевести числовое значение модели к формату цены, звучит как Currency. Для этого нам необходимо ввести в слой данных модель в числовом формате Price и допустим 100. Возвращаемся к нашему слою представления и пишем Price и фильтр Currency. Обновляем нашу страничку и видим, что наша модель Price приобрела соответствующий формат. Причем при использовании такого фильтра как Currency мы можем передать строковое значение валюты, которое будет подставлено вместо знака доллара. Так, например, я передам значение аргумента строку rub. Возвращаемся к нашей страничке, обновляем и видим, что строка приобрела новый префикс. Фильтр, позволяющий создать постфикс для числовых значений модели, называется Pluralize и используется следующим образом. Для этого нам необходимо ввести еще одну модель. Допустим, модель у нас будет называться Count. В нашем слое представления мы записываем Count. Далее указываем фильтр Pluralize. И в аргумент передаем строковое значение постфикса, на основании которого у нас будет сформировано значение, вставляемое в наш документ. Давайте сохраним. Вернемся к нашей страничке, обновляем ее и видим, что переданный аргумент будет подставлено окончание S в том случае, если наша модель будет представлена во множественном числе. А если мы поменяем нашу модель, Count на единичные значения, то, соответственно, этот фильтр по-другому сформирует постфикс. Но мы можем и более детально указать постфиксы. Для этого мы имеем возможность передать несколько аргументов, индекс которых при передаче будет сопоставляться со значением указанной модели. Так, например, давайте введем несколько постфиксов. Первый, второй, третий. Сохраняем. Возвращаемся на нашу страничку и видим, что 12, то и указывает, потому что мы определили всего лишь до третьего элемента. А если мы изменим наш слой ViewModel и передаем модель аккаунт значение 1, то мы увидим нормально сформированный постфикс для модели аккаунт с единичным значением. Вот таким образом работает этот интересный фильтр, но мы к нему еще вернемся. В библиотеке в UGS существует предопределенный фильтр FilterBy, позволяющий отфильтровать коллекцию моделей. Для этого давайте дополним наше приложение коллекции моделей Products. Определим ее как список объектов. Например, ID 1 и Title T-Shirt. Далее определим еще пару-тройку моделей. Boots, Jacket и Pants. Возвращаемся к нашему слову представления и разметим список наших продуктов. Воспользуемся директивой V-Repeat. Передаем в эту директиву нашу коллекцию моделей Product. Далее воспользуемся фильтром FilterBy и укажем какую-нибудь строчку с единичным символом T. А сам элемент заполнен всего лишь свойством Title. Обновляем нашу страничку и видим, что у каждого элемента нашей коллекции существует символ T в свойстве Title. И давайте добавим еще один символ, тире. Возвращаемся и видим всего лишь, что у нас на странице присутствует один элемент нашей коллекции Product. Но использование фильтра в FilterBy можно немного расширить, указав следующую конструкцию In и передавая название поля, по которому будет вестись поиск. То есть без использования конструкции In, поиск наших моделей соответствующих условий будет вестись по каждому свойству элемента коллекции. В случае же, когда мы задаем конструкцию In, то мы указываем по какому конкретному свойству каждого элемента коллекции будет осуществляться поиск на соответствие. Кроме того, такие параметры, как искомая строчка и ключ соответствия, можно вынести на уровень моделей. Давайте введем еще одну коллекцию моделей. Я назову ее Filter. В эту коллекцию мы положим две модельки. Одну я назову Query, а вторую Key. Соответственно, перенесем из жесткой связки на динамическую связку данных для вставки Filter. Записываем FilterByFilterQueryInFilterK. Так еще я изменю сразу Count на 2. Обновляем нашу страничку и видим, что у нас также все работает. Существует еще один предопределенный фильтр, позволяющий работать с коллекцией. Этот фильтр называется OrderBy и позволяет отсортировать элементы данной коллекции. Записывается он следующим образом. После вертикальной черты мы указываем фильтр OrderBy. В аргумент первого мы передаем ключ, по которому будет осуществляться сортировка. Допустим, это ключ ID. А вторым аргументом может выступать флаг реверсивности результатов. Этот аргумент принимает в себе булевое значение True, если нужно реверсировать результат, или False. Сохраняем нашу страничку, обновляемся и видим результат. Если же мы, допустим, укажем ключ сортировка, который хранится в нашей модели, FilterKey, сохраним и вернемся к нашей страничке, то мы увидим совсем другой результат. Вот таким образом работает еще один предопределенный фильтр OrderBy. Такие фильтры, как TheBones, Key и JSON мы уже рассматривали, поэтому возвращаться к ним не будем. Единственное, отмечу, что фильтр TheBones используется так же, как дополнительная опция при работе с директивой V-Model. Давайте вернемся к нашему проекту конспекта и найдем эту запись. То есть данный атрибут задает тайм-аут, по истечении которого введенные данные так input будут синхронизированы с указанной моделью. Вот и все. Итак, давайте подведем итог, что мы изучили в этом уроке. В этом уроке мы познакомились с понятием фильтрами. Мы узнали, что у каждого фильтра может быть ряд аргументов, передаваемых в него. Мы познакомились с такими фильтрами, как Capitalize, позволяющие переводить первый символ у строковой модели к верхнему регистру. Мы познакомились с такими фильтрами, как Uppercase, Lowercase, который позволяет играться с регистрами строковой модели. Мы познакомились с таким фильтром, как Currency, позволяющий перевести числовую модель формату цены. Мы познакомились с такими фильтрами, как Pluralize, позволяющие задать Possex для, опять-таки, числовой модели. И также мы рассмотрели предопределенные фильтры, позволяющие работать с коллекциями моделями, такие как FilterBuy и OrderBuy. На этом сегодня все. Спасибо за внимание.